Вот примерно так выглядит дорога по горам Ямайки. Только что прошел дождь, я каким-то чудом достал велосипед, сначала ходил в магазин, хотел купить велосипед, но он оказался закрыт, но в итоге одолжил у работника гостиницы, так надо передохнуть, там внизу виднеется какой-то акведук. Вот. Это я. Привет. Так, в этом месте этот акведук оказался обычной горной рекой, вот даже водопад. Вообще здесь очень красиво. Так, это я устроил небольшой привал. Внизу еще один водопад, где-то он там шумит, но не видно. Я взял с собой фотоаппарат, но перед выходом поставил позаряжаться аккумулятор и оставил аккумулятор дома. Так что у меня фотоаппарат без аккумулятора. Снимаем телефон. У велосипеда не оказалось брусговиков, поэтому у меня рубашка теперь с таким красивым пятнышком. еще одна большая проблема этого велосипеда, что у него не работают тормоза. А-а-а-а-а! Не, серьезно, не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Не туда Довольно много Приехали в Чистое Я не знаю, слышно Меня не слышно Сейчас опять заторможу и выключу запись Итак Эта деревенька называется Гордон Таун И вообще-то я не должен был Ее проезжать, я свернул не туда А сейчас придется возвращаться довольно далеко На самом деле, тут тоже интересно Опять На самом деле, возвращаться Гораздо проще, чем ехать Вверх Так что Прогулка интересная Мне напомнили, что здесь вообще-то Левостороннее движение Что надо ехать слева Отличная стоянка для машины Так, ну что, я перешел на шаг Потому что это, оказывается, быстрее, чем все время останавливаться, отдыхать Вот, через час закат Вот, я еще не дошел не то, что до Кумничных холмов Но даже до того места, где Орел и Решка спрятали свой клад Вода кончилась Еды я с собой даже не брал На самом деле, я хорошо поел за завтраком И мне есть не хочется Хотя завтрак был больше 9 часов назад Вот В Москве сейчас час ночи Итак, в пути я уже больше 3 часов Уже скоро темнеет Видимо, никуда я сегодня не успею Ну, хотя бы то, что уже видел Это тоже интересно Удалось раздобыть воду Вот Не знаю, слышно это или нет Так Ай Отдыхать приходится все чаще и чаще Вот До ресторана, видимо, я не дойду В ресторане подают паринованную курочку Жаренную Ладно Ладно Отсюда открывается отличный вид на Кингстон Как я высокую забрался, оказывается Итак Закат Я так никуда и не пришел Но я прогуляюсь еще немножко Все равно по темноте возвращаться уже Так Итак Уже почти стемнело Нет, уже совсем стемнело Но я практически дошел до ресторана Клубничной холмы Поэтому не хочу возвращаться Посмотрим Будут ли там свободные столики И уже немножко проголодался Это даже не то, что голод На какое-то чувство пустоты в желудке Что ли так Сейчас еще немножко отдохну и пойду Мне тут предложили меня подвезти, но я отказался Не потому, что люди были какие-то сомнительные А просто потому, что хочется самому прогуляться Так интереснее Итак, я все-таки добрался до ресторана Отсюда опять открывается отличный вид на Кингстон Видно, что уже стемнело На самом деле Закат был час назад Вот Но я все-таки это сделал Вот он я Уставший, но довольный Тут есть вода И сок И сейчас еще пронесут покушать Да, я забыл сказать В Москве сейчас 3 часа ночи Кстати, мне предстоит еще обратная дорога С фонариком, но без работающих тормозов Приключение? Итак, я думаю, что обратная дорога у меня займет гораздо меньше времени В том числе, потому что я еду практически без остановок По известным причинам Вот Ну, иногда приходится останавливаться Потому что просто рука устает сжимать тормоз Вот надо сжимать изо всей силы Чтобы велосипед хоть чуть-чуть тормозил Вот Машина Надо помахать ей Фонариком Вот Как я смотрюсь в таком освещении Ладно Не могу заснять обратную дорогу Просто потому что В одной руке фонарик В другой тормоз Телефон держать прям просто негде Машина Надо помахать ей фонариком Итак Приходится ехать зигзагами Чтобы хоть чуть-чуть снизить скорость Чувствую себя как на горных лыжах Вот там Кингстон Уже ближе А может это не Кингстон Я не знаю Вот Луна То прячется За тучку То за другую сторону горы Так Надпись говорит Что Крейтоны Стоят в 4,5 милях Это значит Что я каким-то образом Пропустил Это место Где спрятаны сокровища Орел и орешки Ладно Возвращаться не буду Ну что Я въезжаю в Кингстон Как говорится Одним целым куском В общем Бестрам так и не обошлось Только что влетел в ограждение Которое слишком поздно заметил И тормоза не работают Вот Прищемил палец Ничего страшного Ну Сели прищемил Но все равно ничего страшного Итак Вот я подошел к отелю Пора сдавать велосипед Вот Общее время Поездки 8,5 часов Из них 4,5 часа подъем Еще я не туда заехал Сначала Полтора часа ужин в ресторане И два с половиной часа Возвращения Ну вот Было очень экстремально Особенно на обратном пути Вот В конце концов Прищемил палец Победа в ресторане И что-то я стал больше кашлять Не знаю Наверное не стоило мне В макромайке Быстро ездить Ну все Счастливо